Ксения Собчак пыталась утопить раду русских, а та не тонет. На шоу 4 свадьбы, опять пришли блогеры и устроили разрыв. А новая блогерша считает себя реинкарнацией Марии Магдалины. Обсудим сегодня эти и другие новости. Привет, подругие друзья. Как у вас дела? У меня нормально. В комментариях иногда спрашивают, зачем вообще нужен антистресс. Отвечаю, для того, чтобы снимать стресс и напряжение, а также развивать мелкую моторику рук. Поэтому явно антистресс, чтобы снять с себя и вас напряжение. Вы же ставите лайк, подписывайтесь на канал, чтобы это видео улетало в рекомендации. Взаимовыгодное такое сотрудничество. И давайте уже начинать. Встретились как-то два бывших кандидата в президенты и как давай продажу курсов обсуждать. Примерно так я могу охарактеризовать интервью, которое боевой маг Рада Русских дала Ксении Собчак. Ну я где-то в развилке между суицидом и идеей пойти баллотироваться с президентом. Думаю, вы помните, как пару месяцев назад Рада намекала, что у нее может произойти интервью с Ксенией. Вот и произошло. Программа у тебя есть? Я за то, чтобы все стали взрослыми. Такая короткая программа. Правда, если все вокруг повзрослеют, то есть перейдут в ту самую взрослую позицию, о которой любят говорить блогеры, то никто больше блогерские курсы покупать и не будет. Так что нужно более точно загадывать желание. Помню, что когда я начинала, Петя активно работал, Осипов. А был акселератор. Помнишь этот, Падре? Например, до Афониной я работала уже, наверное, года три. И после Афониной я уже работаю пару лет. Еще мы зачем-то узнали, что Рада работала до и после Марии Афониной. И это забавно, ведь уже даже инфо-цыгане говорят, что время Афониной прошло. При этом Ксения не была бы Собчак, если бы не попыталась стравить Раду Русских и Гуар Аветисян. Почему ты тогда не достигла таких результатов, как та же Гуар? То есть, если ты первой начинала, вы даже внешне немножко похожи. Но, как я понял, Рада не хочет быть блогером для всех, как Гуар. Ты выглядишь хронически недовольной бабой с ебом. То есть, у тебя не лицо, у тебя ебаник, бабы и стулы. При этом, по ходу интервью, Собчак прошла диагностику в каком-то лечебном центре Рады. И оказалось, что кто-то энергетически крепкий пробирается в голову Ксении. Надеюсь, что это хотя бы не сосун, который когда-то сидел в голове на Денсеровске. И если, например, я вижу, что какой-то орган уснул, я могу его разбудить. То есть, очень часто, например, я вижу, что у людей не работает поджелудка. И все, что мне нужно, это запустить в нее импульс, она просто просыпается и начинает сама себя пробуждать. А из грустного я понял, что Рада русских опаснее той же Блиновской. Ведь Рада лезет именно в тему здоровья и берет пациентов, от которых, по ее словам, отказались даже врачи. Я считаю, что люди, которые запускают шарики в небо и говорят, поверь в себя, ого-го, несут вреда в том смысле, что если есть дураки, которые в это верят. Я не вижу здесь реального вреда, кроме того, что люди просто тратят свои деньги ни на что. Но когда речь идет о том, что человек говорит, я целитель, я сращиваю кости, я лечу от любого заболевания. Но это конкретно может понести огромный вред человеку. При этом Ксения как-то не особо Раду журила. Блиновскую Анатольевна полоскала в интервью намного сильнее. Переходить вот в эти все языческие практики. Ну, так второе, самая большая оборотка кэш. Ну, спасибо. Еще мы узнали, что Рада с парнем живут отдельно. Хоть еще недавно была информация, что парня Рады русских похитили и требуют выкуп. Вот, видимо, вернули. А может, гостевой брак у Рады это когда она живет в квартире, а ее парень у похитителей. Знаешь, чем хороша магия? Например, магические убийства не запрещены и не отслеживаются. Очень удобно. При этом точно так же, как Сергей Косенко, Рада фанатеет от Садхгуру. Смотри, у него, у Садхгуру 11 тысяч волонтеров. 11 тысяч людей бесплатно на него работают. Ведь Рада русских хочет поработать именно с этим человеком. Я думаю, что через 10 лет мы уже будем серьезно по эко-повестке с Садхгуру работать. Потому что у нас уже неплохой контакт. То есть мне, конечно, хочется в мировые процессы. Я не зациклена на своей стране. Осталось только понять, чем этот Садхгуру так привлекает наших инфо-цыган. Не боишься, что тебя аж в шарлатанстве обвинят? Я купила эти технологии у ФСБшников. В общем, кажется, что Рада русских понравилась Ксении Собчак. Поэтому интервью и вышло таким карамельным. А Блиновская Анатольевне не понравилась. И давайте узнаем, посадят ли Раду русских после интервью Собчак. Посадят ли Раду русских после интервью Собчак. В общем, выпала та же самая карта, что выпадала на Блиновскую после интервью Собчак. Опять она со связанными руками, за какими-то прутиками. Еще и лошадиная голова сверху. Я уже рассказывал, что приходил на сессию к психологу с запросом. Почему? Когда я шучу более смело, то потом всегда добавляю. Но это, конечно, шутка. И я сам удивлен, как много тем поднял разбор этого, кажется, простого вопроса. Ведь на сессии с новым психологом в итоге мы обсудили и мое детское желание предупреждать конфликты еще до их появления. Также обсудили мы базовые потребности в безопасности. И получается, что иногда, казалось бы, даже несерьезный запрос к психологу может подсветить важные темы. Эта сессия проходила в Ясно. Это первый и самый крупный в России сервис онлайн-психотерапии. Ясно придумали психологи. И они позаботились о том, чтобы начать терапию нам было комфортно. Многие не знают, как подготовиться к первой сессии и что вообще на ней говорить. Поэтому сервис заранее отправляет на почту подробную инструкцию с ответами на самые волнующие вопросы. Умный алгоритм помогает подобрать подходящего терапевта. А если остаются сомнения, тебя направляет служба поддержки, где работают специалисты с психологическим образованием. Мне в этот раз хотелось пройти сессию побыстрее. Алгоритм предлагал в основном специалистов на завтра. Поэтому я написал в поддержку и мне прислали список из четырех подходящих специалистов. А я уже сам выбрал, кому идти, основываясь на анкетах психологов. Также в Ясно можно легко поменять специалиста, если, например, у вас изменился запрос или вы хотите познакомиться с несколькими психологами. Меня подкупает прозрачность Ясно. Здесь не обещают чудес после одной сессии, а опираются на данные. И по статистике сервиса 81% клиентов Ясно чувствуют результат уже после пятой консультации. А чтобы было проще все это сделать, я делюсь с вами своим промокодом Телек, который дает скидку 20% на первую сессию. Его необходимо активировать перед бронированием первой сессии. Поэтому переходите по ссылке в описании, записывайтесь к проверенному психологу в Ясно. Лерчик и Артемчик не только разводят своих подписчиков, но и разводятся. Сумасшедшая? Ага. Правильно? Так стало известно, что Валерия Чекалина подала заявление о расторжении брака в один из московских судов. Видимо, блогерам настолько понравилось весь прошлый год ходить по судам, что и в этом году они решили продолжить эту уже семейную традицию. У вас сейчас рассинхрон. Реально. В паре, в отношениях и на уровне сознания это не решит. Вообще, еще в интервью Тлеошиновой Лерчик говорила, что вот этот год, совместно прожитый в заточении, дался им непросто. Наверное, месяца вот этих первых А4, это было полное вот такое закрытие, вот такой вот домик. И он часто негативил. Лауре Джугеля также, Лерчик, подтверждала, что несколько месяцев они с Артемчиком практически не общались. Потом как-то снова стали друг к другу притираться, но, видимо, не притерлись. Артем, например, наоборот ничего не хотел. А я постоянно, ну, Артем, может быть, ходим там в ресторан. Я пыталась как-то его вот вытаскивать, ну, чуть-чуть-чуть-чуть-чуть, вообще ничего не помогало, но он не хотел. И я, наверное, поступила тоже неправильно. Его толкало постоянно что-то делать. Также люди обратили внимание, что заявление о расторжении брака было подано не в гражданский суд, а в мировой. Во-первых, это самый быстрый способ расторжения брака. А во-вторых, мировой суд не делит имущество и не занимается вопросом, где после развода будут жить дети. Значит, вопрос с детьми и с имуществом Лерчики уже решили. У тебя прям здесь каменюшка. Давай вдох-выдох, а? Это тренировок. Не-не-не-не, не-е-е-е-е. Вообще, все это грустно. Сначала Митрошина бросила парня Митрошиной. Сейчас разводятся Лерчики. Такими темпами скоро уже перестанешь верить в любовь. Я не против, когда копируют и когда делают это нормально. Если, по мнению Лерчик, их во всем копирует Оксана Самойлова, то как бы за этим не последовал разрыв и самой крепкой блогерской пары. При этом сейчас на хайпе Лерчик стала продавать свой фитнес-марафон. И напишите в комментариях, как вам кажется, Лерчики и правда друг друга разлюбили? Или, может быть, развод – это такая схема, чтобы обезопасить свое имущество? Создателям шоу «Четыре свадьбы», видимо, очень понравилось приглашать блогеров. И на днях вышла серия с очередной блогерской свадьбой. Так Рамис и Эмилия из Казани решили провести свадьбу в стиле блогерской вечеринки. Этот выпуск снимали летом, но вышел он в конце февраля. Немножко волнительно, переживаю, что Рамис может меня пранкануть, я не знаю, что-нибудь устроить. И оказалось, что Эмилия переживала не зря, ведь сначала жених не явился на праздник, а когда появился, то падал, обливался шампанским, порвал себе брюки и подрался из-за торта. При этом на финальном обсуждении свадеб сама Эмилия также почти подралась и с другой участницей. Наша свадьба – это кринж-года Казани. Мы разбили все бокалы, дрались, кидая друг другу торт, но и на других свадьбах я как бы тоже не расслаблялась. В итоге после выхода выпуска Эмилия рассказала, что испытывает чувство стыда из-за участия в передаче, ведь в эфир выпустили только самые провокационные моменты. При этом подписчики обратили внимание, что фотографий с этого летнего события в соцсетях у возлюбленных нет, а также возлюбленные не носят обручальные кольца. Поэтому многие считают, что вся эта блогерская свадьба была инсценировкой. А из совсем веселого в программе Эмилия представилась блогером с аудиторией в 100 тысяч подписчиков. При этом в Нельзяграмме у нее 3000 тех самых подписчиков, во Вконтакте 350 человек, а в Япе 6,5 тысяч. И даже если все это сложить, то 100 тысяч никак не наберется. Если же вас этот выпуск заинтересовал, то в своем телеграм-канале я все ссылки на него оставлю. Также в Телеграме есть юмор и новости, так что обязательно подписывайтесь, чтобы быть информированным и веселым. Ссылка на Телеграм будет также в описании. Газпром Медиа вместе с нашими любимыми блогерами презентовал шоу под названием «Запуск», которое должно стать новым словом в телевидении, ведь впервые инфобизнес объединяется шоу-бизнесом. Не впервые. Это шоу продюсирует Анна Мальцева, которая работала с Аязом Шабудиновым. Он сделал потрясающий запуск на миллиард, который каждую неделю он приходил, отчитывался. И я хочу обратить внимание, что Аяз, несмотря на то, что у него огромный опыт, казалось бы, он прошел все уроки, он отчитывался по этим урокам, и действительно он задал даже темп нашей десятки. И в сторис Мальцева заявила, что все эксперты этого шоу прошли проверку службы безопасности, видимо, Сбербанка. Но главное, что заявила Мальцева, так это то, что инфобизнес, наконец, признали на государственном уровне. Ведь их разрешили показывать по телевизору. Правда, судя по тизеру, шоу-запуск снимали в какой-то сауне. Я до конца не уверен, знает ли «Газпром-медиа», что он принимает участие в создании этого. При этом Анна Мальцева в качестве экспертов позвала своих друзей. Поэтому теперь цитата из обычного неудачника будут делать звезду Юрий Мурадян и Евгения Павловская. Да, и у нас запрещено в Академии разводиться. И это круто. Также на шоу-запуск позвали нумеролога Кристину Егиазарову, которая заявила, что это «Газпром-медиа» пригласил ее принять участие в шоу. Все ли нумерологи такие богатые? Честно говоря, я знаю, что нумерологи хорошо зарабатывают. И Кристина сделала вывод, что ее признали номером один, а нумерологию признали на государственном уровне. А это значит, что цитата «Она, Кристина, смогла доказать, что нумерология – это наука». В общем, стоило «Газпром-медиа» связаться с нашими любимыми блогерами, и вон как их от инсайтов разрывает. При этом мне сейчас пишут какие-то люди и настойчиво просят удалить любые упоминания про это шоу из моего Телеграма и ВК. Говорят, что мои посты якобы не соответствуют действительности. Хоть я просто переписал текст из сторис Анны Мальцевой, а значит, действительности не соответствуют сторис этой самой Анны. При этом хореографом шоу заявлена девушка, которая работала на проекте «Танцы на ТНТ», и кажется, что инфо-цыгане теперь будут не только петь, но еще и плясать. Возможно, вы помните, как в четвертом сезоне «Танцев на ТНТ» принимала участие Мария Селиверстова. Подождите, Селиверстова? «Вы его знаете, как моего парня. Мы встречаемся и живем вместе. Это Марк Селиверстов. Марк, привет!» «Привет!» «Что-то как-то много Селиверстовых стало среди наших любимых блогеров». Правда, сейчас эта Мария известна под псевдонимом Мари Мирай. Мария Мирай – это артист нового времени. Мой духовный путь – это энергетические практики, даосская философия вся, китайская медицина, рейки, атмакриа йога, тантра. Но интересна Мария тем, что она считает себя реинкарнацией Марии Магдалины. Да, у нас была уже реинкарнация Иисуса. «Признаю и принимаю все свои реинкарнации, когда я была Иисусом Христом». Сейчас вот нашлась реинкарнация Магдалины. Странно, конечно, почему никто из блогеров не хочет быть реинкарнацией, например, Иуды. Ну да ладно. Сидят где-то на облаке, короче, души наших родителей, да, моих родителей. И к ним приходит такая сильная душа с воплощением, ну там условно, Марии Магдалены. В русскую семью я пришла. То есть здесь нужно было много чего отработать. Тут это раскулачивание. И хоть Мария Мирай пришла, чтобы проработать раскулачивание, но в Египте прямо в пирамиде у нее активировалась шишковидка или третий глаз. А мне надо дело делать. Я встала на центр. Что делать? Типа, говорите, я готова, ну я пришла. И, ну вот Даша, наш проводник говорит, Маша, раздеваюсь. Сижу в позе лотоса и просто, ну просто провожу через себя этот огромный белый столб света. И я начала петь. И вот мне начали все это показывать. Я начала звучать, с меня потекла вода, поднялась очень высоко температура. И я прям чувствовала физически, как это горошинка на центре моей головы, где находится шишковидная железа, что она стала увеличиваться в размерах. Я прям это чувствовала. В те же дни Мария записала аудиозапись под названием «Разрешение жить», которую затем она перезаписала еще и на английском языке и поняла, что все это ей нужно отвезти в Каир. Сажусь в самолет, лететь в Каир. Я надеваю наушники, думаю, послушаю свои медитации, послушаю сказочку. А у меня просто телефон сходит с ума, я понимаю, что я ничего не могу слушать, кроме этой записи. Я полетела на Гавайи, и в самолете на Гавайи в меня-то начало загружаться. В моем случае как происходит расширение? Очень сильно болит голова, вот такое ощущение, что ты на очень большой скорости, на очень большой перемотке смотришь фильм. «Разрешение жить» и твой голос это читает здесь на земле Каира, на земле Египта. Ты читаешь и слушаешь «Разрешение жить» Иисусу. «Разрешение жить» Иисусу, то есть как будто бы ты разрешаешь жить Иисусу. И что все эти слова сейчас там на земле Каира звучат в адрес Иисусу, что это идет разрешение жить Ему. А после всего услышанного даже знакомые Марине Рай поняли, что она Мария Магдалина. Скажи, мы можем сказать, что ты в нынешнем воплощении продолжения Марии Магдалины. На следующий день как раз вот моя подруга мне присылает, слушай, а не Мария Магдалина ли ты? И у меня даже когда-то папа, а он так краем уха, знаешь, так слушал, мама мне слушает сказку, папа нет. И он как-то послушал, такой пришел к ней в комнату и говорит, это же новая Библия. Если поначалу курсы Марии были про стиль, этикет и позирование, то затем ее стало уносить в эзотерику. Представляешь, тысячелетиями люди поклоняются смерти, жертве и страданию. Представляешь, на маленьком ребенке висит крестик, на нем висит мертвый мужик. Ну вот просто, понимаешь, ну типа, вот просто, ну вот... При этом начинала Мария с земного, занималась организацией пространства, была хореографом и танцовщицей. Но потом пожила на Бали и что-то изменилось. При этом с радой русских Мария Мирай тоже успела посотрудничать. У меня, конечно, пошла история с распаковкой, сакральная геометрия, алхимия, ключи, все про Атлантиду. Я увидела под пирамидой воду, под сфинксом воду. Я увидела знаковые места по всему миру, где вода и где важно проводить звук через эту воду. Я увидела себя в прошлом воплощении и из Атлантов тоже. Вообще, Мария Мирай родилась под именем Анжелика Мариневич. В танцевальном мире была известна как Лика Стич. При крещении взяла второе имя Мария, а в браке поменяла фамилию на Селиверстова. Вот так человека помотало. Потом Мария стала петь и выбрала новое имя – Мария Мирай. Ведь Мирай в переводе с японского обозначает чудо. Правда, никакого другого чуда у меня для вас сегодня нет. И расскажите в комментариях, а менялось ли в вас что-то после жизни на Бали. А может, после жизни в другом месте что-то где-то менялось. Фея в маске Анастасия Анисимова анонсировала съемку с кем-то очень крутым. И мы узнали, что еще в августе фея с мужем посетили концерт Робби Уильямса. А через несколько дней Анастасия написала подруге, что мечтает обучать нейрографики мировых звезд. Смотрите, я предлагаю сегодня всем сделать стакан воды на деньги. И затем внезапно Анисимова договорилась порисовать нейрографику с тем самым Робби Уильямсом. Ведь в один из дней у певца должен был быть концерт в Абу-Даби. И вот на следующий день они как раз и порисуют. Я признаю и принимаю, что какая-то часть меня боится раскрыть свои сверхъестественные способности. Но почему-то этому желанию феи не суждено было сбыться. Ведь из-за напряженного графика концертов Робби Уильямс сильно устал и отменил встречу с Анастасией, которая собрала целую команду на эту съемку. Так, к ней прилетели синхронные переводчики, операторы, продюсеры, визажист и даже зачем-то Митя Фомин. Либо что-то вокруг начало происходить неожиданное, что-то упало. Заорал кто-то на улице ребенок, резко зазвонил телефон, что-то еще. Это говорит о том, что это ваш сценарий и с этим сценарием вам нужно работать. Но в итоге Анастасии срочно пришлось договариваться о новом вебинаре. На этот раз с Инной Тлеошиновой. И это, видимо, такая равнозначная замена. А в итоге Тлеошинова на вебинаре вошла в такой поток, что Анисимова могла охарактеризовать происходящее там только нецензурным словом. Подписчики Анастасии также не смогли принять появление Тлеошиновой в жизни Анисимовой. Ведь две эти феи очень разные. Но фея в маске заявила, что не видит интерес общаться только с теми, кто на нее похож. Видимо, Анисимова уверена, что она чем-то отличается от все той же Тлеошиновой. И расскажите в комментариях, а с какими знаменитостями у вас внезапно отменялись встречи. Подписывайтесь на канал, посмотрите также вот эти видео. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok